Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! The Mo! Качественная детская аркада. Владельцам персональных компьютеров такие подарки от мира консолей достаются нечасто. Watchmen, The Antisnike, динамичный мордобой, созданный по комиксам великого Алана Мура. Выбитые зубы и сломанные кости в комплекте. Jam Rally. Фанатам хороших раллийных симуляторов просьба не беспокоиться. Просто смотрите и слушайте. В эту игру мы за вас уже поиграли. Willman. Автомобильный блокбастер с Миндизелем в главной роли. Беспредел. На улицах Барселоны на предельных скоростях и беспорядочной стрельбой. Watchmen, The Antisnike. Это новенькая игрушка, основанная на популярных комиксах Алана Мура. Его творение, которое вышло в свет в 1986 году, вошло в список 100 лучших романов по мнению журнала Time. А также стало обладателем премии фантастической литературы Хьюго Эворд. К несчастью, в игре не осталось и следа от того самого комикса. В комиксе Мура Вучмен действие происходит в альтернативной реальности, где президентом США все еще является Ричард Никсон. А мир стоит на грани апокалипсиса. Один из героев по имени Роршах, некогда входивший в состав команды ряженых в костюмы, воровшихся с преступностью, начинает расследование смерти своего бывшего партнера-комедианка. Постепенно Роршах и его союзники приходят к выводу, что они втянуты в заговор, способны изменить ход истории. В игре Вучмен под наше начало попадают всего два героя – Роршах и Найт Аул. Действие же самой игры происходит на улицах Нью-Йорка образца 70-х годов, до событий, описанных в одноименном фильме, релиз которого, кстати, совпал с выходом игры. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске Вучмен в реантесной займет 7 ГБ. В игре Вучмен действует очень простое правило – мочи всех, кого видишь. В вашем распоряжении мощные удары ногами, руками, всевозможные захваты и комбо-атаки. На уровне мы собираем бонусы, которые открывают доступ к новым, более извращенным способам расправы над противником. А также разгадываем достаточно простые задачки. Несмотря на свою линейность и простоту, играть в Вучмен достаточно интересно, и поэтому мы ставим четверку за геймплей. Что касается графики, то тут все на уровне, хотя явно чувствуется уклон в сторону консоли нового поколения. Четверка за внешний вид. Звук в игре занимает далеко не последнее место. Постоянно нагнетающая музыкальная атмосфера, вкупе со звуками сломанных костей и выбитых зубов, явно подбадривает. Пятерка за музыкальное сопровождение. В итоге перед нами вырисовывается достаточно неплохой файтинг. Красивые локации, два играбельных персонажа, каждый со своими умениями и ударами. И, конечно же, хорошая задумка. Это явные плюсы проекта. Но здесь нашлось место и минусы. Первое. Вучмен получился очень коротким. Бывалый геймер пробежит эту игрушку часа за четыре. Второе. Сюжет игры сильно разнится с комиксом Аллана, и в этом вся вина ложится на плечи разработчиков, так как они решили сделать именно приквел к оригиналу. Тем не менее, поклонникам Мордобоя и Трэша стоит взять Watchmen на заметку, так как подобные игры на PC выходят, ох, как нечасто. Общая оценка игры — 4 балла. Watchmen The End is Night является достаточно простеньким битым апом. Все наши действия в этом проекте сводятся к одному — попросту колотить врагов до полного их изнеможения. Как лучше уложить врага на лопатки? Вам помогут наши советы по прохождению. Вопрос. Помогите мне. В первой локации я прошел по длинному коридору до упора. Там стоит железная решетка. Как только я подошел к ней, на меня нахлынули враги со всех сторон. Но я отбился. Куда мне идти дальше? Все решетки опущены, и я не могу пройти. Пробовал колотить их ногами и руками. Но все без толку. Что делать? Отвечаем. В этом коридоре вам нужно найти достаточно неприметную дверь, которая выведет вас на второй этаж. Дальше найти комнату с двумя рычагами. И при помощи вашего спутника опустить эти самые рычаги. Решетка снизу поднимется. Следующий вопрос. Я вышел на улицу, которая подсвечивается красными фонарями. С этого дворика есть несколько дверей в здании, но они заперты. Помогите. Что мне делать? Отвечаем. Вам надо найти гарпун и воспользоваться им для перемещения на крышу этого здания. Но будьте внимательны. Наверху вас ждут кучи недругов. Следующий вопрос. Я дошел до канализации. Дальше не мешает пройти вода. Я искал различные выходы, но их здесь нет. Что делать? Отвечаем. В этой же комнате вам нужно найти вентиль. Этот вентиль регулирует уровень воды в канализации. Крутим его, и вода опускается, освобождая вам путь. В то время, как поклонники виртуальных гонок, уже давно покорившие своим мастерством Восток, Запад и Европу из Race Drive Grid, ждут не дождутся выхода второго дёрта или на худой конец очередного НФСа, Некоторые несознательные разработчики начинают пичкать их всевозможным суррогатам от игровой индустрии. Но, как говорится, на безрыбье рак рыба. В нашем случае это раллийный симулятор GM Rally. GM Rally. Как ни трудно догадаться из названия, игра, посвященная ралли. Но не более того. К сожалению, назвать это раллийным симулятором никак не получается. Хотя бы потому, что здесь нет самых элементарных атрибутов этого вида гоночных состязаний. Оригинальные трассы от точки до точки здесь почему-то закольцованы и не имеют ничего общего с теми, на которых проводятся раллийные заезды. По большому счёту, нынешний GM Rally – это тот же черноморский пробег двухлетней давности, только с другими машинками. Кстати, об автопарке. Опять же, из названия можно легко догадаться, продукция какого концерна представлена в этой игре. На этот раз разработчики не лукавят и во всей красе и в мельчайших подробностях представляют нам три марки машин концерна General Motors. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на тактовой частоте 2,5 ГГц. 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жёстком диске GM Rally займёт 1,5 ГБ. Игровой процесс GM Rally стандартен для подобного рода аркадных покатушек. Единственное, на чём может остановиться скучающий взгляд геймера – это система повреждений, а точнее система ремонта этих повреждений. За каждую разбитую фару или оторванный спойлер придётся платить призовыми деньгами. Ну а если вы и машину покалечили, и на пьедестал не взобрались, в профессиональном автоспорте вам не место. Впрочем, всё не так страшно, а жаль. Компьютерные соперники совсем не стремятся вас обогнать. Иногда даже складывается впечатление, что они откровенно подаются. Тройка за геймплей. Весь внешний вид игры – заслуга движка Chrome Engine, который мог удивить игроков года 4 назад. Но не сегодня. Сегодня GM Rally выглядит очень посредственно. Единственное, на что можно обратить внимание – это модельки самих машин. Двойка за внешний вид. Звучит GM Rally ещё хуже, чем выглядит. Машины здесь крепят, не сжат и пыхтят так, что если закрыть глаза, можно представить себе что угодно, но только не раллийные гонки. Двойка за звук. На финише мы имеем стандартный для аркадных гонок геймплей с неловкими замашками на оригинальность. Потрёпанный графический движок, выдающий картинку образца 2006 года и некачественный звук. Что тут скажешь? Двойку получает сегодня гоночная аркада GM Rally. У меня GM Rally вызывает в памяти образы всех третьесортных гоночных аркад разом. Свой след тут оставил и трёхлетней давности GTI Racing, и 2007 года выпуска «Автопробег. Чёрное море». Единственный приличный родственник – Sega Rally, от которого, впрочем, GM Rally досталось разве что только похожее название. Тем не менее, в отсутствии конкурентов, аркада пользуется спросом, и вопросы по ней приходят. На некоторые из них мы ответим прямо сейчас. «Автопробег. Чёрное море» Рейды на прохождение карьеры существенно не влияют. Вопрос. Я настроил жёсткость подвески, клиренс и прочие узлы моего авто. Но победа каждый раз даётся с большим трудом. Как правильно настроить машину, чтобы быстрее ездить? Отвечаем. Тут единых правил нет, и каждый настраивает авто под свою манеру езды. Любите отзывчивый руль? Ставьте малый угол поворота. Не нравится проходить виражи со смещением оси? Регулируйте подвеску в зависимости от дорожного покрытия. И равномерно распределяйте привод между передними и задними колёсами. Впрочем, в GM Rally вы вряд ли сможете ощутить все эти нюансы в полной мере. Здесь советуем вам выставить все настройки в автоматическом режиме. Смотрите далее. Уиллмен. Автомобильный блокбастер с виндизелем в главной роли. Беспредел. На улицах Барселоны на предельных скоростях и беспорядочной стрельбой. Дземо. Качественная детская аркада. Владельцам персональных компьютеров такие подарки от мира консолей достаются нечасто. Дземо. Качественная детская аркада. Владельцам персональных компьютеров такие подарки от мира консолей достаются нечасто. Уиллмен. Автомобильный блокбастер с виндизелем в главной роли. Беспредел. На улицах Барселоны на предельных скоростях и беспорядочной стрельбой. Игры для детей встречаются нечасто. Ещё реже попадаются хорошие детские игры. Одна из таких недавно перекочевала с консолей на наши с вами персональные компьютеры. Дземо. Детская трёхмерная аркада, в которой один герой использует другого в качестве оружия. Знаете, когда пытаешься выбраться с чужой враждебной планетой, все средства оказываются хороши. История игры берёт своё начало на борту межгалактического правительственного судна, занимающегося транспортировкой иноземных существ. Охота на диковинных инопланетян удалась, и пленников везут на базу для изучения в научных лабораториях. На космическом судне мы встречаем главного героя игры – Фрэнка. В соседней с ним пробирке томится второй персонаж – всё пожирающий зубастик Мо. Он станет нашим главным орудием на пути к спасению. Не успели соседи толком познакомиться, как межгалактическое судно затряслось, задымилось и рухнуло на неизвестную планету. Очнувшись среди горячих обломков, наши друзья отправились на поиски радиовышки. Но, как оказалось, выжили не только они. Остальные члены экипажа и пленные инопланетяне распространились по всей планете. И теперь вам придётся найти общий язык со всеми из них. К счастью, наш круглый друг Мо всеяден, и большую часть головоломок можно будет решить при помощи его огромной пасти и острых зубов. При этом управлять вы сможете только Фрэнком. Мо ведёт себя как собака на поводке. Только в качестве ошейника Фрэнк использует специальный бластер, который очень удачно нашёлся в обломках космического корабля. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на тактовой частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жёстком диске детская аркада Zemo займёт 1 ГБ. Игровой процесс сразу захватывает. Большое количество видеовставок, созданных на движке, заставляют вас постоянно двигаться и разгадывать головоломки. Вот только способы их решения довольно однообразные. И ближе к концу игры это может надоесть. Впрочем, если вы любите покушать, вам методы поглощения местных проблем придутся по душе. Четвёрка за геймплей. Графически игра выполнена довольно грубо. Спасают разве что яркие цвета и необычные персонажи. Фантазии разработчиков можно только позавидовать. Они создали уникальный, ни на что не похожий мир, побывать в котором будет интересно не только детям, но и их родителям. Четвёрка за графику. Звучит аркада довольно неплохо. Фрэнк трогательно зовёт Мо, если тот где-то отстал. Мо, в свою очередь, щёлкает зубами и смачно лопает всех вокруг. На фоне играет незамысловатая, но очень весёлая музыка. Пятёрка за звук. Звук. КРИКИ Звук. 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 Качественная детская аркада. Владельцам персональных компьютеров такие подарки от мира консолей достаются нечасто. Несмотря на некоторые однобратья задачек, детям эта игра точно понравится. А большое количество видеороликов делают её очень похожей на интерактивный мультфильм. Твёрдую четвёрку получает сегодня детская аркада The More. The More – очень простой, но не примитивный проект. Несмотря на целевую аудиторию, игра может понравиться и взрослым. Всё лучше казуальных танчиков до шариков. И хотя возраст в письмах вы указываете нечасто, вопросы по аркаде The More пришли довольно простые. Так что нам не составило большого труда ответить на самые частые из них. Вопрос. Помогите. Я застрял в локации с большими хищными цветами, которые не пропускают меня дальше. Как с ними справиться? Отвечаем. Обратите внимание, что на другом берегу пасутся огненные ящерицы. Необходимо остудить их. Для этого тащите ящериц к воде. После того, как они остынут, МО сможет их слопать. Такая острая пища превратит вашего друга в настоящего змея-горыныча. Он будет буквально сжигать всё на своём пути. Хищные цветы такое МО спалит в два счёта. И вы пройдёте на следующий уровень. Вопрос. Как мне отключить энергощиты в уровне с толстыми летающими личинками? Отвечаем. Идите к лужайке. Там необходимо ухватиться за одну из летающих личинок. Далее нужно быть предельно аккуратным. Придётся перепрыгивать с одной личинки на другую, пока вы, наконец, не окажетесь внутри энергополя. Когда спрыгнете с последней личинки, у вас в распоряжении окажется большая жемчужина. Её необходимо кинуть в энергоблок, чтобы разрушить его. Таким образом, поле будет уничтожено. А МО сможет слопать огромную улитку, отчего с ним произойдёт очередная метаморфоза. Сегодня мы расскажем вам о проекте «Уэллмен», в котором брутальный голливудский мачо Вин Дизель предстаёт не в образе мрачного Ридика, а агента под прикрытием внедрённого в криминальный мир Барселоны. Цель всего мероприятия, как обычно, высокопарно – спасти мир, раздолбав при этом полгорода и тонны машин. «Уэллмен» был анонсирован ещё в 2006 году. Разработкой занимала студия «Тайган», основанная самим Вином Дизелем. Так о чём же игра? Вин Дизель в роль агента ЦРУ Майло Беррика отправляется в Барселону, чтобы надрать филейную часть тамошней мафии. К такому сюжету невозможно относиться серьёзно, и авторы совершенно правильно не стали давить на драматизм событий. Вместо этого они до предела повысили градус безумия и устроили на экране грандиозную автомобильную войну, по зрелищности, не уступающую лучшим голливудским блокбастерам. Майло виртуозно владеет всеми видами транспорта, совершенно хладнокровно перепрыгивает из одной машины в другую на скорости 100 миль в час, обожает полицейские развороты на полной скорости, и при всём при этом не прекращает поливать всё вокруг свинцом. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видеопамяти и 6,5 ГБ на жёстком диске. Самой интересной и главной частью миссии и игры в целом являются погони, которые сопровождаются немыслимыми трюками и красочными взрывами. Накал страстей во время стремительной гонки по улицам сравним с Burnout Paradise. Враги наседают со всех сторон, а Майло сталкивает их с дороги и таранит на полном ходу. Запчасти огненным фейерверком разлетаются в разные стороны. Умопомрачительные автокатастрофы демонстрируются в замедленной съёмке, а городские машины используются как передвижные препятствия. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Внешний экшен подкупает не столько технологиями, сколько первоклассными спецэффектами. Уиллман принадлежит к числу тех редких проектов, которые интересны не только для самого игрока, но и для стороннего наблюдателя. Мило даёт тебе последний шанс. Чувствуется, что в разработке принимали участие люди, знакомые с кинематографом изнутри. Наша оценка графического оформления – 5 баллов. Мне не нужен водитель. Звуковое сопровождение также на достойном уровне. Внушительный список энергичных музыкальных композиций и громогласная плеяда спецэффектов – всё в лучших страницах Голливуда. Наша оценка звука – 5 баллов. Есть успехи. Я не протанцовщик. Ты меня тормознул, Голлив. Девчонка замешана? По горлу. Тайган Студио сдержала слово и выдала добротный, качественный проект. Несмотря на избитую криминальную тематику, заезженную схем автомобильных перестрелок в большом городе, затянувшейся разработкой финансовой проблемы у издателя, игра определённо удалась. В итоге мы всё-таки получили отменные ураганы экшен, сумевшие найти свою нишу в переполненном жанре. Наша общая оценка Уиллман – 5 баллов. Уиллман, как и любой другой блокбастер, цепляет в первую очередь своей динамичностью. Обширный арсенал приёмов главного героя в антураже интерактивного города открывает перед игроком громадный список возможностей для самовыражения. Разобраться в тонкостях игры вы сможете, посмотрев наши ответы на ваши вопросы по игре Уиллман. Первый вопрос. А в чём прикол с разбросанными по всему городу статуями львов? Отвечаем. Согласно досье ЦРУ на Майла Беллика, он терпеть не может статую львов и уничтожает их, как только они появляются в поле его зрения. Это своего рода бонусы. Следующий вопрос. У меня никак не получается выполнить приём «Циклон». Что я делаю не так? Отвечаем. В первую очередь надо отметить, что этот приём доступен Майлу не сразу. Игра построена таким образом, что постепенно знакомит игрока со списком возможностей Майла. Когда же вы этому обучитесь, делайте следующее. Разгоняйтесь как можно быстрее, а затем совершайте полицейский разворот на 180 градусов. Если к этому времени ваш измеритель внимания достигнет максимума, то камера выберет удобный ракурс, и вы сможете расстрелять почти в упор своих преследователей. Это и называется «Циклоном». Следующий вопрос. А сколько всего в Барселоне трамплинов для эффектных прыжков? Отвечаем. Общее количество этих импровизированных взлётно-посадочных полос – 50 штук. Все они отмечены особенными дорожными знаками. На полном их ходу их, конечно, не сразу разглядишь, но любителям стопроцентных рейтингов прохождения можем посоветовать время от времени сбрасывать газ и внимательно смотреть по сторонам. Вот где яйца-то стальные. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. Не забывайте заходить в форум на сайте musdfistv.ru. Там можно обсудить ваши любимые игры с другими геймерами. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdfistv.ru. Мы обязательно всё посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!